Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, добрый вечер, в эфире Час Ислама на телеканале ННТ. И с вами ее ведущий, я, Гусейн Гусейнов. И сегодня мы поднимем одну из самых больных и злободневных тем для Дагестана, для дагестанского народа. Это, конечно же, вождение автомобилей, поведение на дорогах. Культура, поведение на дорогах – наша сегодняшняя тема, и мы рассмотрим ее с точки зрения религии. И в гостях у нас сегодня Мухаммад Хажи Курбан-Дибиров, заместитель имама Джума-Мечети. Ассаламу алейкум, Мухаммад Хажи, спасибо за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вопросы, которые вас интересуют, свои предложения тоже, можете отправлять на наш номер в программе WhatsApp, на номер, который указан на ваших голубых экранах 8-918-860-0505. Поэтому смелее участвуйте в нашем разговоре. Ну а для начала, прежде мы начнем наше общение, хочется привести некоторую сухую статистику, сухие цифры. 493 человека погибло в ДТП в Дагестане за прошедший 2015 год. И Дагестан в этом показателе лидер в Северокавказском округе и один из лидеров вообще по России. Как вы сами понимаете, гордиться нам нечем. И эти люди, которые гибнут на дорогах, которые участвуют в этих ДТП, это же мусульмане в Дагестане, большинство людей. Мухаммад Хажи, почему так происходит? Почему мы отстаем в этом? Мы мусульмане, которые должны быть примером абсолютно во всем. Неужели ислам не распространяется на тему вождения автомобиля и поведения на дороге? Как? Как? Ислам же должен охватить эту часть. Как вы можете вообще прокомментировать это? Да, на самом деле, любой владелец автотранспорта, особенно в больших городах, особенно в Махачкале, да, эта проблема есть. Есть. Вопрос, почему? Потому что люди потеряли нравственность, потеряли нравственные устои, и исходя из этого, что отсутствует нравственность, уважение к другому автовладельцу, другому мусульманину, независимо от его распространения, просто как человеку, из-за этого. Для этого я здесь вспоминаю один аят, в котором Аллаху Таала охватывает нас, каждого из нас. Бисмиллях рухмана 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 рухмана, инна Аллаха ла югайру ма би кавмин, хатта югайру ма би анфуси хим. Садакулла ла Азим. Всевышний Аллах говорит нам, Всевышний Аллах не изменит из плохого на лучшее состояние общины, людей, пока каждый из этих людей, каждый не поменяет свое состояние в лучшую сторону. То есть пока мы, каждый автовладелец, не поменяем свое вождение в лучшую сторону, целиком состояние вокруг нас, водителей, не изменится. То есть я думаю, почему он мне не уступает, другой думает, о чем он мне не уступает, каждому нужно свое я. И как раз таки вот эта нравственная сторона, к глубокому сожалению, что у нас отсутствует, ведет к этим ДТП и смертность, и сбитые люди на пешеходах, и на красный свет выезд. Все это из-за отсутствия нравственности, с одной стороны, и в основе отсутствия набоженности и богобоязвенности перед Всевышним Аллахом для каждого из нас. Хорошо. Ну, если брать, допустим, каждый автовладелец, то, что требует ГИБДД, допустим, от каждого водителя, это изучение простых правил дорожного движения. Мусульманин как? Ну, изучение знаний, да, это как бы то, к чему призывает религия мусульманина. Входит ли изучение правил дорожного движения вот в категорию поиска знаний? И должен ли он изучить эти правила и потом им следовать? Мы возьмем один хадис пророка, где пророк нам говорит, Изучение знаний, то есть поиски знаний, обязательность является каждого мусульманина. То есть этими знаниями пророк нам что определил? Знания. Знания — это очень огромный смысл туда. Объемное слово. И знания, они во всех сферах жизнедеятельности мусульманины — это и знания. Осведомленный человек, знающий человек, он силен. Например, человек, который знающий, он будет соблюдать правила. А тот, кто не знает, не будет соблюдать. Да, мы скажем, он знает, но не соблюдает. Вот как раз таки вот здесь, как раз таки будет для каждого из нас соблюдение твой этики, морали, соблюдать тот амал согласно тому, что ты познал. Это тоже обязательно. Иннамальгильму — это амал есть. Знания, они рассматриваются только тогда, когда у тебя есть соответствующие деяния. Если у тебя твои деяния не соответствуют знаниям, то, то есть у тебя деяния не соответствуют, это уже нету знаний. То есть получается, мы показываем на дорогах, что мы эти правила не знаем, исходя из этой логики. Поэтому Всевышний Аллах любит всякого человека, который взял на себя определенную обязанность, ремесло, любое дело, и который это делает в лучшем виде. Это можно было как-то сделать, но еще лучше я могу делать. Но обязательно так, еще лучше вот так сделать. Поэтому водить автомобиль — это большая ответственность. В первую очередь перед Всевышним Аллахом и потом перед всеми тех людей, которые ты встречаешь на дороге. То есть наличие знания определяется по действиям мусульманина. Конечно. Если он делает то или иное, то значит он это знает. Ну, как вообще, насколько обязан мусульманин, обязательны эти правила дорожного движения для соблюдения мусульманину их? Насколько это обязанность? Это на уровне, мы же знаем, в религии бывают какие-то уровни, да, по отношению к каким-то делам или действиям. То есть запретное, желательное, нежелательное и обязательное. Если брать правила дорожного движения, соблюдение правил дорожного движения, в какую категорию их можно определить? Однозначно соблюдение дорожных правил является обязанностью каждого автовладельца. Это обязательно. Почему? Мы скажем, по аналогии возьмем, отказаться от спиртного обязательно. Почему? Потому что после употребления спиртного человек теряет разум. Он опьянится, может выйти на тяжкие грехи. То есть может он не контролирует себя, не в деяниях, он не контролирует человек. Из-за того, что он опьянился, он может позволить себе то, что не дозволил бы себе до опьянения. То есть запрет есть обязанность храма остерегаться. То же самое здесь. Если он не будет соблюдать правила дорожного движения, тогда есть вероятность, что как опьянчившийся человек, он нарушит ТТП, избитие, например, пешехода и другие нарушения. То есть в прямом смысле, если сказать, бисмилляр-рахмана-рухим, вы, говорит, себя на погибель не кидайте. Не ставьте себя в опасность. Поскольку жизнь мусульманина – это самое ценное, что Всевышний Аллах на земле поставил. Зарелем тоже человек, на тротуаре человек, на пешеходах человек, везде человек. Все на земле создано для самого человека. И транспорт, и провод, и движение, и солнце, и луна, и рыска. И все это для нас. Это весь мир, и все, что в нем, Аллах делал для нас, чтобы нам хорошо было, жилось в этом дуняле. А нам тоже надо смотреть, что мы из этого мира берем, хороший или плохой. То есть обязанность, то есть у нас есть такое слово, фарс, которое все знают, которое как будто бы, если сравнивать фарс и обязанность, фарс как будто больше обязанности. Фарс, это арабское слово, термин такое, что это фарс, на то, что Всевышний Аллах обязал. Это как Аркану Ислам, и то, что обязанность. Другое есть такое слово, как термин, да, вот, ваджиб. Ваджиб, обязательное тоже. Разница в том, фарсы и здесь ваджибе. И элементарно, что это обязанность от Всевышнего Аркану Ислам, это другое. Что там другие требования, другие, это шариатские нормы. А вот здесь тоже, это ваджиб, обязательное, поскольку и Кораном, и хадисами пророка А.С. это доказано, что это ваджиб, обязательно. Если мы это обязательно будем нарушать, мы будем наказаны и в этом дуняле, и в Ахирате тоже. Ну вот вы сказали, доказанное хадисами. Если брать, допустим, правила дорожного движения, многим как? Нужно вот именно доказательство из Корана и хадисов. Вот напрямую, чтобы прямым текстом было сказано вот это-то, вот это-то, вот это-то нельзя. Относительно правил дорожного движения, таких высказываний в религии, в исламе, насколько я знаю, нет. То есть, ну, элементарно, потому что раньше, во времена пророков, не было автомобилей, не было дорог, и не было всех этих правил дорожного движения. То есть, откуда выводится вот шариатское решение обязательности соблюдения правил дорожного движения? На основе чего? На основе тех аятов и тех хадисов, исходя из этих обеих важных для нас, вот для мусульман, источников, выводится фетва, хукм. И для этого, для того, чтобы обязать какое-то шариатское решение, нужно как раз таки иметь и коренческий аят, и хадис пророка, саляму. Поскольку защита жизни и чести, достоинства человека есть много хадисов, много аятов в Коране, и оттуда уберется, что защита жизни человека и его сохранность, безопасность его жизни выводится из Корана и хадиса. Например, когда унижается человек, тогда нарушается исламская, но шариатская норма. Даже при зрении нас, взглядом смотреть нельзя на мусульманина. Не нельзя вселять страх в сердца мусульман. Не то, что его как-то вот повышают скоростной режим, он может человека убить. И добавок, если это общественный транспорт, еще хуже может быть, что мы последние, несколько дней, на хачкалке живут, какие аварии мы были в Газели знаем. Поэтому, из аналогии того хадиса и аята, который берется, вадим, хукму, например, а сигареты, например, сказаны, именно, что сигареты была храм, никакого аята нет. есть исраф, расставщичество. То есть, уже на основе этого выводится вред организму. А жизнь же это самое ценное, здоровье, а ты нарушаешь умышленно вот то, что Аллах тебе дал, самое ценное. И исходя из таких многочисленных аятов и хадисов выводится, что фатфа, хукму, что это обязательно надо это соблюдать. Если не будешь соблюдать, то ты великой за собой тяжкий грех. Поэтому право-дровое движение то же самое. Получается, мы себя, ставя в опасность, мы нарушаем нормы ислама. Мы, нарушая скоростной режим, тоже сами себя ставим в опасность и других людей тоже особо не обезопасны. Вот хадис пророка, когда пророка спросили, кто такой мусульманин? Простой вопрос. Мусульманин, право-класси, говорит, ман салим мусульман менять и вали сани. Тот мусульманин тот, от языка которого и от его рук вред, от вреда языка и от вреда руки обезопасны абсолютно другого общества. Это же уже все входит в это, вот эти простые... он руль держит и нога тоже охвачена и язык тоже особо он и спустит окно и стекло тоже что угодно скажет. Вот если ты следуешь одному этому хадису пророка, все решено. Не надо никуда смотреть. Следуй за сунной пророка вали салим да, мы сегодня сунную говорим, мы сунную приводим в качестве подтверждения того обязательного действия в исламе. То есть прямые тексты не нужны. Вот один простой хадис, буквально несколько слов пророка и уже все в этом мире буквально охвачено именно вот этими словами. Мухаммад хотелось бы задать такой вопрос, то, что нам дает Всевышний это блага, за которые нужно благодарить. И в том числе и автомобиль тоже самое. То есть получился человек автомобиль, все он благодарит за него, но какая это ответственность? С этим автомобилем наверное какая-то ответственность приходит к нему? Да, автомобиль средство передвижения. Из таких вот очень великих даров Всевышнего Аллаха. И к этому великому Ни'мату Всевышний, Аллах тоже требует определенное обязательство. Я вам это дал, для вас я сделал все, дороги, горючие, мастера, но каково твоё отношение к этому Ни'мату? Поэтому обязанность... Это тоже проверка какая-то своего рода. То есть Аллах нас испытывает. Это может быть испытанием тоже, но каждый будет в ответе за своё поство. Как в хадисе сказано, куликум рахин, о куликум асмур на риетий. То есть каждый из вас пастух и каждый из вас будет в ответе за своё поство. Вот как раз таки наше стадо, поство, туда ходит и автомобиль тоже. Как мы относимся к этому, для чего мы используем, и в каких целях, и как мы его используем. У богатого человека спрос будет, откуда зарабатывал. У каждого человека откуда зарабатывал, для чего расходовал, будет спрос. То же самое. Приобрел автомобиль, будет ответственность тебе. Твоя поства по отношению к автомобилю, какова она была? Ты людям пользу приносил или вред приносил? Хадис ивер сказано не самому, не другому, не вреди. А когда этот нехмат становится объектом вреда для других, это уже не нехмат, это уже тебе не благ, а наоборот. Во вред пойдет. Получается, мы точно так же, как и глаз зрения, это нехмат. Если мы этот глаз используем для харама, тогда мы будем иметь ответ перед священным Аллахом, ответственность. Куда и для чего использовали глаз, то же самое. И этот нехмат, когда мы используем во вред самому себе и обществу, это уже полное ослушание Всевышнего Аллаха. Это нужно понимать. Хорошо, вот вы сказали, в Коране есть аят, где Всевышний говорит, не пускайте себя на погибель. Хотелось бы поговорить подробнее немного об этом. То есть, если человек, допустим, по своей халатности несся со скоростью 150 км в час, при этом он выехал на, я не знаю, на встречную полосу, врезался, стукнулся, погиб, он считается самоубийцем, самоубийцей? Как Шариат рассматривает эту, допустим, ситуацию конкретно? Мы здесь должны ответить однозначно. Мы будем назвать своими именами. Водитель, садясь за автомобиль и превышая скорость, больше там показанного на дороге, это его умышленное действие. Умышленное действие. Его никто не заставлял, его никто не принуждал. Это его, по его выбору, он превысил скорость, и ДТП его не стало. Он как самоубийство считается. Это самоубийство, прямое самоубийство. А если уж другой человек умрет с другой стороны автомобиля, или же в его салоне, то же его действие стало причиной смерти другого человека. получается, ты и за свою смерть перед Всевышним ответственным будешь, и за смерть других людей тоже, даже если не смерть, за то, что ты калечил, кто-то инвалидом стал, кто-то там, чем-то, любая вещь, ведь она в твоей ответственности, поэтому не надо так лояльно смотреть на то, что это круглая вещь, четыре колеса, ну и что, ведь в нем есть и большая опасность, и большой нермат тоже есть. Вот для чего, как? Все зависит от того, как мы будем это использовать. Ну, мы поняли тоже, что и люди, которые, если, допустим, находились в твоем салоне, если они погибли по твоей оплошности, по твоей халатности, то есть ты можешь считаться как убийцей тоже, так тоже можно это расценивать? Ведь смерть человека не вернешь, жизнь ему не вернешь, рассматривается по какой причине? По твоему умышленному действию, ведь этого не было бы, если бы ты соблюдал эти же нормы на дороге, правила дорожного движения, скоростной режим, все другое остальное, поэтому мы сегодня привыкли там выскочили на дорогу, не успел, дистанцию не соблюдал, вот эти причины мы можем найти, эти причины уже второстепенные требования, а само действие первостепенное, это нарушение, то, что привело к смерти и такому летальному исходу. А если, допустим, взять, ну, каждый день у нас аварии бывают, ну, не обязательно со смертностью, да, просто столкновение двух машин, и приезжают, допустим, сотрудники ГАИ, ну, и там потом страховые компании рассматривают, кто виноват, кто будет, так сказать, расплачиваться за вот эту аварию, а если со стороны шариата брать, для того, чтобы определить, если, допустим, участники двух автомобилей, которые столкнулись, если они будут обращаться, допустим, к религиозным деятелям, к алимам, к ученым, чтобы определить виновника, как будут определять виновника? Строго по правилу дорожного движения. Кто нарушил правила дорожного движения, тот виноват. А что остается-то? Ведь это все вынесенное решение многими ответственными, знающими людьми много лет. Это многовековая практика, которая нас обязывает, чтобы мы именно за этим правом дорожного следовали. Любое соблюдение права дорожного движения, мы под это можем найти шариатские решения, шариатские решения. Оправдание или же отвергание. Поэтому вот здесь, вот здесь добавок той ответственности перед правоохранительными органами и перед Аллахом тоже увеличивается для мусульманина. И вдобавок по отношению хукок он муслим, обязательства мусульман друг перед другом. Я ведь должен, вдобавок, что он возместил ему ущерб или страховая компания, да, попросить прощения, извини, пожалуйста, я был неправ. Пока тот тебя не простит, Аллах тебя не простит. Есть такие требования друг к другу, мусульман, общество, мы как одно тело мусульмане. Вот все сейчас, представьте, просто на секунду мысленно закрыть глаза, представьте, город Махачкала, сколько мощной дороги. Все эти люди как одно тело. Каждый из этих владельцев транспортного владельцев как одно целое. Будет он самому себе вредить или нет? Пускай каждый задаст вопрос. То есть такой случай при аварии шариат сам обращается к этим законам правил дорожного движения. Если он превысил скоростной режим, мы скажем, почему саму себя в гибель толкал. Если он не соблюдал то или дорожное движение. Правила дорожного движения являются помощниками шариата, выяснение, что касается других вынесенных решений между мусульманами, это уже отдельная тема. Вот здесь помимо тех требований на дороге и правил соблюдения тех правил остаются еще между ними которые есть. Попросить прощения потом из-за например кузов автотранспорта это что такое? Это железо. Он может потерять первоначальную форму. Может авария все меняет бывает поломка например задних фар стопов передних но сердца же ведь у нас мы должны прямо держать хотя железо искривится но сердца должны стоять в нормах ислама на это не надо смотреть то есть не надо смотреть на саму ДТП как например что-то поломалось главное сердца у нас были близки и за ДТП чтобы мусульмане в ссоре не остались выходить драться конечно же не нужно то есть после всего вышесказанного можем утверждать что мусульманин находясь на дороге может грешить нарушая правила дорожного движения пусть сказать даже самые маленькие буквально пересек там одну сплошную ну там вроде бы ничего страшного он все видел он все контролировал но он решил нарушить ему это показалось в данной ситуации удобнее и он сэкономит 2-3 секунды то есть мы же как понимаем грех это вот действительно что-то что-то явное мы там обязательно должны что-то рукой сделать посмотреть привычные для нас уже грехи которые мы представляем но находясь на дороге действительно водитель едет мусульманин и на каждом шагу не обращая внимания на вот эти мелкие нарушения правила дорожного движения попадает ли он в грех то что например касательно этого момента вот да ничего не случилось неважно случилось что-то или не что не случилось если что-то случилось это не нарушение а что-то случилось нарушение не бывает такое поэтому мы должны посмотреть не на свое эго а как другой вот ты сплошную обогнал кого-то это ему не понравится может он тебе плохое слово скажет плохое не дай не Аллах плохое дуа но бывают люди которые дуа примет от этого надо остаться то есть мы должны стараться вести автомобиль так как будто бы ты хотел бы другой вот впереди сзади машина тебя справа сбоку вот как бы ты хотел чтобы они водили вот так води сам по отношению к ним тоже то есть ты захотел бы чтобы тебя на трассе с правой стороны обгон подрезали подрезали не хотел бы не делай то что не желаешь другому не нравится самому себе вот этот хадис тоже не будет совершенная вера каждого из вас пока вы не полюбите другому то что себе полюбите не желать другому то что не желаете самому себе ориентир под этот хадис взять вот сплошная вот взяли перед тобой стал человек тебе же это не понравится даже если ты скажешь ему спешишь ты можешь ему спешить оправдание найти но это твой уровень поэтому вот наше действие вот за рулем может быть человек на самом деле гневный на другой машине ты его состояние не знаешь он по-твоему не думает он не знает что у тебя в голове надо войти в его состояние как бы он хотел чтобы ты водил если ты спереди как бы он хотел чтобы если ты сзади у него стоишь автомобиль стоит твой ну вот это надо смотреть не на свои эго а на общество целиком вот каким вот сверху взял вот себя и свой автомобиль вот ты там как выскочка туда-сюда вот это ты на собой посмотришь вот сверху со стороны да это очень плохо ты саму себе это плохо будет это есть поскольку у нас тут несколько вопросов от телезрителей я думаю им тоже стоит уделить небольшое внимание тут очень просят ответить на вот этот вопрос а самому скажите пожалуйста если муж жене сказал ты мне с сегодняшнего дня сестра получается ли это талак то есть развод эти слова мужа жене являются косвенного характера слова этими словами развод будет тогда когда муж высказывая эти слова имел ввиду развод то есть намерение цель есть то что мы имеем ввиду в этом этих словах то есть это косвенного характера слова сказанные мужем если для развода тогда развод будет если он в развод никак не намеривался и просто так вот сказал хотя в гневе но вместе с гневом тоже может быть намерение о разводе поэтому рассматривается для чего он муж эти слова жене сказал там есть другие слова которых не рассматривается его намерение хотел он не хотел было намерение не было это уже прямого сама форма уже я дал тебе развод я с тобой развелся я с тобой развожусь определила самого себя я обратился к жене тебе даю или дал развод то есть никогда никакого другого смысла то есть в этих словах уже намерение не рассматривается, обязательно выносит решение в шариатское хукму, что есть развод. А в косвенных словах там осматриваются намерения. Нужно посмотреть на намерения. Ас-саламу аликум, что делать, если имам неправильно читает ссуру Аль-Фатиха? Как быть? Могут быть незначительные ошибки, которые имам допускает, но эти ошибки не меняют смысл Корана. В этом случае намаз считается, и просто остается исправить ошибки этому имаму. Если на самом деле ошибка такая, что меняет смысл Корана, тогда, конечно, надо будет обновить намаз, и это следуя за тем, что не считается чтение Аль-Хамма, не считается ракаат, и отсутствие ракаата, вот так каждому ракаат, и его намаз прервали все к нулю. И за этим имаму, конечно, намаз не получится. Хорошо, понятно. Тут такой вопрос, это уже второй раз. На прошлой передаче задавали, мне кажется, один и тот же человек задавал этот вопрос, но мы не успели ответить и снова спрашивать, поэтому, я думаю, не ответить на этот вопрос было бы немного некрасиво. Саламу алейкум, ответьте, пожалуйста, я девушка, скажите, пожалуйста, грех ли петь на свадьбах, но при этом делать намаз и читать Коран? Вот здесь не надо смешивать одно с другим. Намаз это и так, и так, индивидуальный фарс перед священным Аллахом для мужчин, для женщин, для мусульманки, для мусульман, это с совершенными обязательствами. И ее пение, оно харам. Из-за того, что она совершает намаз, она ей не дозволено петь песни. И равности тому, что, например, человек соблюдает пост, межество и Малдан, но не постится. За соблюденный пост будет воздаяние, за пропущенный намаз грех. За соблюденный намаз воздаяние этой нашей сестры, за песнопение, харам, грех, надо раскаяться, оставить и больше не возвращаться к подобному греху. То есть одно от другого не зависит. Да. Вот такой по нашей теме немного вопрос. Вот маленький пример. Как быть, если попался за груженным Камазом, который едет очень медленно с туннеля вниз Гемрынского? То есть, как ему быть? Он, наверное, хочет нарушить или ругается он, я не знаю. Включить для своего нафса турбо-режим Сабра. Такое тоже бывает, оказывается. Вот, как раз таки, за это время, за это время, что он попался за таким груженным Камазом, вот он, пускай, себя испытает. Вот сейчас я испытаю свой нафс. Вот сейчас я испытаю себя, вот проверю себя, вот Сабр, трепение. Я буду услышаться моего нафса, шайтана, или я послушаюсь велению Аллаха и хадисам Пророка. Пускай вот так каждый подумает. Очень, очень хороший ответ. Хорошо. Нас время немного поджимает, и хотелось бы поговорить, если есть, мы сказали, грех за нарушение, а есть ли вознаграждение? То есть, как в религии, есть ли в чем-то грех, то и вознаграждение за что-то будет? Ну, равносильно. Равносильно тому, проявленному Сабру, затем груженным Камазом, воздаяние. Нарушил грех. То есть, всякое деяние мусульманина, оно не остается без воздаяния. Не только намаз, не только садака. Наше слово, наш хороший взгляд может быть воздаяние. Пропустил человека элементарно? Обязательно. Вот получается, здесь мы что делаем? Здесь мы воспитываем самого себя, своего нафса. Это уже самое большое воздаяние, что мы против нафса идем. Мы враждуем с своим нафсом, со своим эго. Больше воздаяния зачем искать? Просто находясь за рулем, можно в то же время зарабатывать вознаграждение. Однозначно. Так, и напоследок хотелось бы поговорить, Мухаммад Хаджи, о проекте Муфтиат Республики Дагестан «Ислам и безопасность дорожного движения». Что это за проект и какая работа ведется в этом направлении, в реализации его? Для начала я скажу, подобные проекты Муфтиат Республики Дагестан выдвигали, вот в прошлом году мы выдвигали проект о нравственности. Имамы, отдел просвещения, все работали... И вдобавок к этому, что Муфтиат Республика Дагестан издал книгу «Благонравие праведников». И к чему это привело и какой результат среди дагестанцев. И вот мы выйдем сегодня. Вот на одном выступлении Муфтии рассказал о том, что один не дагестанец, его, говорит, очень обрадовал. Он сказал следующее, я, говорит, нам, людей будут за дагестанцами, они были грубыми, стали мягкими, они были такими вот неуступчивыми, стали, говорит, уступчивыми, на дорогах мусор не валяется. Это говорит о том, что у нас получается, что если мы возьмемся за одно дело, как одно целое, вот мы можем это сделать, аппетит во время любви приходит. Поэтому вот этот проект тоже, Муфтиат Республики Дагестан, видя ту важность, ту актуальность и ту нужду, как после засухи земля нуждается во влаге, то же самое вот этот проект тоже от Муфтиата к этому же. Иншаллах, у нас есть надежда, что подобными передачами и выступлениями имамов в проповедях, пятницу проповедей, и наш отдел просвещения, что, иншаллах, наши братья мусульмане, и даже немусульмане, услышав наш голос, они исправятся на дорогах, больше станут уступать друг другу, больше будут как-то желать другому то, что желаешь самому себе, не будут нарушать. Поэтому, например, на красный свет есть у нас определенные, которые могут ноль один, ноль два, ноль три, ноль четыре. Это тоже для чего? Для спасения самих же нас. Ноль один, надо же пропускать, там пожар, да вот, ноль два, ноль три, здоровье человека в опасности, вот, жизнь человека. Ну, все это же ради блага самого человека. Да. Как в Коране, Аллах говорит, «Валякад каррамнабани адама». Аллах говорит, «Я возвеличил сыновей адама». Для этого возвеличенного творения есть эти проекты, которые мы со стороны в Мафтият, выдвигаем. И, иншаллах, эту пользу люди, народ сам скажет об этой пользе. Иншаллах. Будем надеяться, что все у нас получится, все проекты, они будут реализуемы и будут приносить пользу. И в скором времени это, конечно, очень тяжелая работа, все это изменить и изменить и людей, и изменить ситуацию на дорогах. Это все долгий-долгий путь. Надеюсь, что мы его с достоинством пройдем. Баркалавам огромным, Мухаммад Хажин, за то, что вы пришли к нам сегодня, пообщались с нами на эту очень важную тему. Я надеюсь, что все у нас получится. И, уважаемые телезрители, наверное, как бы не ужесточали, наверное, эти законы и правила дорожного движения, в большей степени все-таки все зависит от нас самих. Пока мы не исправим свое самосознание и сами не будем себя контролировать, смертность на дорогах, наверное, не уменьшится и ничего у нас не получится без этого. Баркалава за то, что были с нами. Ас-саламу алейкум. Доброй ночи. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok